Девочки, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет про пустые баночки. Накопилось у меня их достаточное количество. Целый мешок, поэтому спешу с вами поделиться отзывами на те или иные продукты. И давайте начнем. Первое, с чего я хочу начать, это такое вот средство для снятия макияжа от Невея. Для чувствительных глаз. Я изменила своему гарниер с васильковой водой, чему я очень рада. Мне понравилось это средство. Удаляет и стрелки, и подводку, тени. Просто все супер. Тушь. Мне понравилось это средство, поэтому вам искренне советую, кто ищет бюджетное хорошее средство, обратите внимание на Невею. Не вызывает абсолютно никаких раздражений. Далее, не буду долго останавливаться. Кармекс, мой любимый. Он у меня уходит очень быстро. Он у меня и в сумке, и дома валяется. Только он спасает мои губы, он их восстанавливает, он их увлажняет и питает. Поэтому тоже вам от души советую. Далее, уход за руками и за ногами. Закончилось мой любимый крем, моё любимое средство от L'Eppetit Marseille. Очень классно пахнет, безумно приятно. Знаете, для меня это такой вот микс ванили и чего-то такого терпкого, сладкого. Безумно приятное средство. Очень круто увлажняет кожу, питает. Поэтому неоднократно буду еще возвращаться к данному продукту. Далее, такое вот средство для ног. Также мой любимый тыквенный крем. Для меня это больше дынный крем. От меня он пахнет дыней. Круто увлажняет, шикарно. Что еще нужно, что еще ждать. Вот средство для ног. Обязательно повторюсь. Далее. Продукты показываю в разброс, поэтому прошу прощения, кому это не нравится. Закончилось у меня вот такое вот средство от Capuz. Это был знаменитый увлажняющий спрей. Двухфазный. Очень классное средство. Безумно мне нравятся волосы. Не утяжеляет, не делает их какими-то липкими, какими-то неприятными. Достаточно хорошо питает волосы. То есть работает на два направления. Больше подойдет таким, знаете, сухим пористым волосам, какие у меня сейчас. На лето, на зиму. В общем, шикарное средство. Объем 500 миллилитров ушел у меня достаточно быстро. Но я и не экономила. Я пользовалась постоянно и на сухие, и на влажные волосы. В общем, я безумно довольна, что попробовала наконец этот продукт. Далее. Два замечательных средства у меня закончилось. От Невея. Это такие вот муссы для тела. Я вам как-то показывала во влоге в каком-то, в инстаграме. Это мусс, не смываемый в качестве крема, молочком. Вы знаете, это идеальная текстура для меня. Я нашла свой идеальный, по крайней мере, на лето. Сейчас уход за кожей. Обязательно повторю. Если говорить о запахах, то мне понравился больше огуречный лимонад. Хотя я больше любитель малины. Что-то такого сладкого, ягодного. Но именно огуречный лимонад, знаете, как-то именно приятно освежал. Колпачки тут, кстати, разные. Но не суть. Единственный минус этого средства, оно очень быстро расходуется. Вот прям очень быстро. Вы его так трусите, трусите, наносите на ладони, распределяете уже по телу. И вы знаете, наступает моментальное увлажнение, питание кожи. Нет ощущения липкости. Может, буквально где-то минуты-две, но потом все быстро впитывается. В общем, идеально. Запах потом держится на теле. Все, как я люблю. В общем, текстура легкая. На лето идеально подойдет. Спасибо Невея, что, собственно говоря, сделали такую новинку. Так, далее. Конечно же, мой любимый скрабик Dolce & Verra закончился. Это у нас был манговый. В принципе, я люблю их всех одинаково. Но вот мне нравятся малина и зелененький чизкейк. Вот, манго тоже неплохой, но он более такой химический. Очищает просто на ура. Далее. Такая вот соль у меня закончилась. Заказывала на мейкапе. Очень люблю именно запах меда и ванили. Такое сочетание. Безумно вкусно и приятно пахнет. Для ножек, для ванночек, ручек, ножек, для тела, для спа-процедур. Просто для релакса в ванной соль подходит идеально. Так, далее. По уходу за телом против целлюлита. Закончился у меня таких вот два продукта. Тоже вам неоднократно их показывала. Это просто моя любовь. Крем массажный. Он имеет разогревающий эффект. Этот Dr.Santa аналогичный по свойствам. Он тоже имеет термоэффект. Классно кожу именно подтягивает. Кожа становится более упругой, как по мне. Если, конечно же, все это дело совмещать с правильным питанием и спортом. Но в качестве профилактики, думаю, да. Раньше я пользовалась курсами такими кремиками. Сейчас я поняла, что жить без них не могу. И пользуюсь постоянно. Знаю, что, наверное, это неправильно. Кожа привыкает. Но ничего не могу с собой поделать. Мне очень нравятся именно ощущения, когда вот кожа горит. Поэтому, если вы знаете такие средства, то обязательно пишите мне в комментариях. Далее закончились у меня патчики. Вот такие вот с птичьим гнездом. Классные патчи, в принципе. Но все-таки я приверженец своих черных жемчугам. И буду пробовать еще много других, которые я не приспособила еще, не протестила. Поэтому хорошие, в принципе, рабочая лошадка хорошо увлажняет кожу. Как-то подтягивает вашу мимику на некоторое время. Ну, конечно, это эффект не очень накопительный, скажем так. Далее, что касается по уходу за лицом. У меня закончился уход. Это такая вот сыворотка от Елизаветки. Корейская. Продукт улетел у меня очень быстро. Он неэкономный, но я, в принципе, не экономила. Наносила и на шею, и на область под глазами. Кожу хорошо увлажнял. В некоторых моментах мне даже не требовалось увлажнение кремом и питание. Но я все равно запечатывала сверху кремиком для того, чтобы эффект был еще лучше. Держала я такую сыворотку в холодильнике. И утром, когда наносила, просто кожа на глазах оживала. Поэтому, в принципе, могу посоветовать. Но, как по мне, цена ее завышена для своего действия. Хороший такой продукт, в принципе, работающий. Но особо каких-то чудес от него ждать не стоит. Далее. Вот это просто моя любовь. Спасибо подписчице, которая мне в инстаграме скинула фотографию и посоветовала данный крем. Для меня это идеальный крем. Обязательно вернусь к нему еще. Это черная улитка, мизон. Популярный кремик. Классно питает кожу, классно ее увлажняет, быстро впитывается, легко подходит как под нанесение макияжа, так и на ночной, вечерний уход. В общем, искренне, от души вам советую. Если вы ищете хороший, качественный крем, то присмотритесь к мизону. Еще в планах попробовать коричневый такой. Есть у них в серии РПР, по-моему. Но это просто моя любовь. Шикарно. Его нужно буквально капелюшечку. Он хорошо разносится по всему лицу, приятно пахнет. И, конечно же, кожа действительно оживает. Нет никаких шелушений, питания. Цвет кожи меняется. В общем, оды могу петь бесконечно этому продукту. Поэтому обязательно попробовать вам стоит. Так, что у меня еще закончилось. Закончилось у меня такое вот средство. Контрактубекс мазала свой шрам после кесарева. В принципе, могу сказать, что он побелел. Но не могу сказать, что это заслуга именно этого геля. Так как пользовалась им нерегулярно. Но отзывы на него очень хорошие. Хотя продукт не бюджетный. Поэтому, если у вас есть какие-то рубцы, то, думаю, вам стоит попробовать. Но каких-то прям супер чудес ждать не стоит. Далее. Для волос у меня закончилась такая вот хна. Это ужасный продукт. Из-за него мне пришлось переделывать маникюр. Сквозь перчатки все покрасилось. В общем, волосы не покрасились. Весь дом покрасился. Ванна. Я потом вымывала просто рекордное количество часов. Потратила на уборку, переделывание маникюра. В общем, три упаковки всадила на свои волосы. Волосы иссушились, не покрасились. Корни не закрасили. В общем, ужасная вещь. Просто вообще искренне вам не советую. Обходите просто десятой дорогой. То ли мне с хной не повезло, то ли именно этот продукт некачественный. Не знаю. Но я буду красить краской. И даже не хочу больше экспериментов со своими волосами, руками и всем остальным. Далее. Тут у меня остались масочки и немного декоративки. Вот такая вот штука от Evelyn. Мгновенно увлажняющая маска с алоэ. Я ее держала в холодильнике. Это такой гель зеленого цвета. Очень густой. Вот видите. Запах химозный. Какого-то особого эффекта я от нее не увидела. Но именно как такое, знаете, освежение кожи. Такой красивый цвет лица с утра. И быстро. То есть там пять минут. Холодно гель наносите. И классно. Релаксируйте. Вот у меня с такой целью, да. Но больше не куплю. Далее масочки. Масочки. Начнем с этой. Эта маска у нас была двойная. Здесь была с одной стороны маска-тряпка, с другой стороны такой экстракт золота, что-то в этом роде. Обычная маска. Не могу сказать, что она делает какие-то супер классные вещи. Хорошо увлажнила мою кожу. Не вызвала никаких неприятных ощущений и раздражений. Могу посоветовать, если умеете. От этой же фирмы. Такая вот с ромашкой. У них не очень приятные лекалы. Именно по этой причине я, наверное, больше их брать не буду. Лучше возьму корейские. Цена у них одинаковая. А вот по использованию и по запаху мне больше нравится Корея. Для ножек такую вот маску-носочки использовала. Это не пилинг-носки. Это именно увлажняющее и питание для ваших ножек. Очень приятно пах яблоком. Не химозным. Я уже смотрела на мейкапе, потому что, к сожалению, в свободной продаже в магазинах я не смогла найти такие вот носочки. Знаю, у них еще есть серия для рук этого производителя. К сожалению, именно с Европы завозится. То есть надо ждать там 2-3 недели. Но, возможно, закажу. Цена где-то 45 гривен. Я считаю, цена хорошая. Я эти носочки носила, наверное, дня два. То есть я на полчаса нанесла их. Потом свернула обратно в упаковку. И на следующий день снова нанесла. Мне понравилось. То есть ножки хорошо увлажнились, напитались. Вот у кого проблемные ноги. Да и, в принципе, для профилактики. Лето на дворе. Я вот советую. Если найдете, то берите оптом. Такая вот корейская маска. Моя самая любимая. Вот эта с хрюшей и также с вулканическим пеплом. Очень приятно пахнет. Хорошо увлажнена. Прям геля очень много. Я потом выдавливаю из этого пакетика. Распределяю на шею, под глаза для лучшего питания. В общем, супер-супер. Вот свинка и вулканический пепел. Я советую от Эсфолио. Протестируйте. Останетесь в полном восторге. Далее. Такая вот маска. Здесь было такое суфле. Я вам показывала в каком-то влоге. Это Ева. Торговый производитель. В магазине вы можете найти. Есть с лимоном, с арбузом и с дыней. Я взяла с арбузом. Запаха никакого действия. Никакого. В общем, выброшенные деньги. Стоила она 35 гривен. То есть, это около... Не около, а чуть больше доллара. Совсем на капельку. Вот. Ну, вообще, в принципе, не понимаю смысла этого продукта. Разочарование. Так. И последняя декоративная осталась. У меня закончилась такая вот база под тени. Это Art Visage. Вот. Использовала всю упаковку. Вот. Тут остался месяц до окончания срока годности. Тени на нем держались намертво. Поэтому, кто ищет такую бюджетную базу. Единственное, мне не нравится ее запах. Он какой-то такой, знаете, такой вот как бабушкиной косметикой отдает. Не понравился. А по действию очень даже неплохой. Так. Далее. Мой любимый бустер закончился для ресниц. Девочки, кто наращивал и снял реснички, кто хочет вырастить свои до неба, вот вам искренне советую. Сейчас даже мне больше нравится именно данная вариация этого средства, чем зеленая. Потому что именно от этого я вижу результат. Я вижу рост ресниц. Я вижу увеличение объема. Поэтому вот от души могу посоветовать именно этот. И как базу под тушь. И в принципе на ночь для меня это обязательно. Поэтому советую. Никогда им не изменяю. И в принципе у меня всегда он есть в обиходе. И закончился мой любимейший блеск для губ от Victoria's Secret. Это просто моя любовь. Именно этот цвет. Именно в такой вот версии с цветочками. Боже, это нереально. Это что-то нереальное. Он круто ложился на губах. Он их увлажнял. Он давал такой глянец. Знаете, розовый глянец. В общем, для меня это идеально. Кто знает в Украине девочки, где приобрести именно такую коллекцию. Я не знаю, может она уже, может она уже ее и нет. Вот, пожалуйста, очень вас прошу, посоветуйте. Прям буду очень-очень благодарна. Не знаю даже какой здесь номер. Вот, наверное, название. Не знаю. В общем, посоветуйте, пожалуйста, где их приобрести. Так что вот все, девчонки. Были все мои пустышки на сегодня. Спасибо за то, что вы меня смотрели. Буду благодарна вам за обратную связь, за лайки. И давайте общаться. Жду вас в комментариях. Всем пока-пока.